Девочка-пай Добрый вечер! В эфире информационный выпуск новостей района. В студии работает София Откарданова. В четверг в районе прошла традиционная приемка готовности школ к новому учебному году. Комиссия посетила образовательные учреждения, в которых за счет вложений из федерального, регионального и районного бюджетов произведен масштабный ремонт. Подробнее об этом в нашем первом сюжете. Ежегодно перед началом нового учебного года в Кашхабрском районе проходит проверка готовности образовательных учреждений к приему детей. В четверг специальная комиссия в составе заместителя главы Кашхабрского района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгения Глазунова, начальника управления образования Осяд Берзековой, сотрудников Роспотребнадзора, представителей других надзорных органов, посетила образовательные учреждения района, в которых за счет вложений из федерального, регионального и районного бюджетов произведен масштабный ремонт. Большая работа была проделана и благодаря спонсорской помощи. Все образовательные учреждения приняты комиссией с первого предъявления. Члены комиссии отметили, как меняется с каждым годом в лучшую сторону школы и детские сады района. Детей ждут светлые отремонтированные классы и группы, преображенная территория, новая мебель и оборудование. Во многих учреждениях удалось провести крупные ремонтные работы, кровли, санузлов, системы водопровода и отопления, замена оконных блоков. Также в некоторых школах в рамках федеральной программы капитально отремонтированы спортивные залы. Данный вид работ в настоящее время проводится в Игнатьевской школе, где вместе с комиссией побывала и наша съемочная группа. В этом году в школе очень большой объем работы проделан. Естественно, в первую очередь это при участии администрации района. Заур Аскорбевич, он всегда нас поддерживал и морально, и материально. Асяд Хамедовна, начальник управления. Объем работы, спортзал, капитальный ремонт, это федеральная программа, значит, там миллион семьсот сорок выделено, деньги осваиваются. Ну, где-то процентов, наверное, семьдесят работ, вы видите, уже выполнено на сегодняшний день. Вот, все как положено, значит, само поле спортзала, новый материал будет, раздевалки, душевые. Все то, о чем мы только мечтали. Замен окон оконных блоков, это в качестве заказчика, спонсора выступала фирма «Южас Энерджи». Мы довольны, да. Спортплощадка вот завезена, мы ее установили. Дети занимаются с удовольствием, он приходит по вечерам, играют, да. Так что рады, работаем, добиваемся результатов. Управление образования района выражает искренние слова благодарности администрации района, всем коллективам школ и детских садов, родителям и спонсорам, которые приняли участие в подготовке учреждений к новому учебному году. Марина Хубсорокова, Сергей Лобынцев, новости Кашхамского района. С утра в районном центре прошел субботник, в котором приняли участие все работники бюджетной сферы. Подобные мероприятия в районе проводятся традиционно. Сегодня в районном центре было многолюдно. Работники администрации района и структурных подразделений вышли на широкомасштабный субботник, приуроченный ко дню урожая. Силы участников субботника были направлены на побелку бордеров, сбор мусора. Также основные работы проводились на центральной площади. Накануне здесь была заложена система полива. Естественно, осталось немало мусора. В течение нескольких часов центральная улица Аула была приведена в порядок и готова к празднованию праздничного мероприятия. Сергей Лобынцев, Софиат Карданова, новости Кашхабльского района. Первый день праздника Курман-Байрам в этом году выпадает на 21 августа. Во всех мечетях района праздничные намазы состоятся в 8 часов. Об этом нам расскажет Ефенди Аула Кашхабль Амарбит Даутов. Слава Кашхабльского района праздничного мероприятия. Слава Кашхабльского района праздничного мероприятия. Хе-нец, что заãy ada luckIL cup. Слава Кашхабльского района праздничного мероприятия. Д photoansок и тему ра соучам intervenё belangrijk. Слава Кашхаб consаляв на Joe Сва helpful. Слава Кашхабльского района. здесь большинство людей, то есть, если смотрите, как и они, он выявлен, на самом деле, у них есть, где есть мы судьба, внутри этой страны. Как мы говорим, как мы говорим, что мы, сегодня мы говорим, как граждан, когда мы говорим, и мы им, но я помню, мыящим, чтобы мы говорим, что мы решили, мы ikke udah подчиняем. по этому моменту получают пропаканский майкань, некоторые точки зрения и заявная клиента, это администрация жpmщина и и власти зарплату. 93% в республике Wyкраферн обх unlучила Украина Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Инсульт – это внезапное нарушение мозгового кровоснабжения, вызванное закупоркой или разрывом сосуда, снабжающего головной мозг. Эффективная профилактика инсульта головного мозга невозможна без знания причин развития этого заболевания. Вчера работники Центральной районной больницы провели выездную профилактическую акцию, призванную повысить осведомленность граждан о проблеме инсульта, его предотвращения и не только. Представители сферы здравоохранения посетили Управление труда и социальной защиты населения по Кашхабскому району, где провели тематические беседы с сотрудниками учреждения о необходимости своевременного прохождения диспансеризации и медосмотров. Сегодня мы проводим акцию, это день профилактики инсультов и инфарктов, выявления лиц с предрасполагающими факторами, с факторами риска возникновения данных заболеваний. В первую очередь это артериальная гипертония, конечно, это холестерин и здоровый образ жизни. Сегодня мы приехали в данную организацию для того, чтобы осмотреть работников, измерить давление, оценить количество факторов риска, которые могут приводить к данным заболеваниям. Также медработниками были розданы информационные брошюры по теме. Все желающие смогли обратиться за помощь к специалистам Центральной районной больницы. Врач-невропоток Наталья Потокова отметила, что польза от таких выездных мероприятий огромна, так как не все могут обратиться к ним за помощью. Это очень, я считаю, что полезно для наших жителей, потому что не каждый может к нам прийти в поликлинику, не каждый обращается со своими жалобами в поликлинику к врачам. Поэтому я думаю, что мы будем проводить данные акции. Выезды в другие поселения возможны? Возможно, конечно. Я думаю, что возможно. Как было отмечено ранее, эти акции будут продолжаться и дальше. Возможно, с выездом в другие сельские поселения. Не забывайте вовремя обращаться за медицинской помощью. Берегите себя и своих близких. Натюся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабльского района. 10 августа сотрудники Республиканской МВД отметили 96-ю годовщину образования милиции Адыгея. Этому событию было посвящено несколько мероприятий. Одну из них полицейские провели для детей, отдыхающих на базе отдыха «Горная». Вместе с представителями общественности в гостях у ребят побывала и съемочная группа нашей программы. Подробности в материале Вадима Агаркова. Содействие полицейским в проведении мероприятия также оказывали коллеги из регионального отдела Росгвардии. Общественный совет при Республиканском МВД представляли Николай Киселев и Белла Кикова. Началась встреча с показательных выступлений. Своё мастерство школьникам продемонстрировали сотрудники спецподразделений. Затем свой профессионализм показали специалисты-кинологи. Имитаторы взрывных устройств служебные собаки находили в считанные секунды. После общего курса дрессировки последовал один из самых зрелищных видов работы полицейских и их питомцев – задержание условного преступника. На спортивных площадках ребята продемонстрировали гостям свои умения выполнять комплекс упражнений, входящих в нормативы ГТО. Большой интерес, причем не только у мальчишек, но и у девчонок, вызвала выставка вооружения и специальных средств, используемых сотрудниками. Ребятам рассказали об их тактико-технических характеристиках и о том, насколько сложные задачи они позволяют решать. С большим интересом дети наблюдают за этим, не расходятся. Все как пришли, так и довольны, рады. Это способствует воспитанию, пониманию тем, чем занимаются наши органы. Восторженные отзывы о проведенном мероприятии полицейские услышали и от ребят, отдыхающих в лагере, и от администрации. Прям такой праздник сразу наполняет наш лагерь. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы это был каждый поток. Завершился спортивный праздник – церемония награждения ребят, показавших лучшие результаты в соревнованиях. Им вручили ценные подарки. Но, конечно, главным из них стали хорошее настроение и заряд бодрости на несколько дней. Вадим Огарков, Вячеслав Коробков, Майковский район, программа «Вести», дежурная часть. Одним из главных показателей служебной деятельности полиции остается полнота и оперативность реагирования на заявления и обращения граждан. От того, насколько четко отработано это направление, во многом зависит и общая оценка деятельности ведомства. Итак, самое первое и важное, что необходимо запомнить – сообщения о происшествиях принимаются в органах внутренних дел круглосуточно в любом виде. Лично от заявителя, нарочным способом, по почте, телефону, телеграфу, через сеть интернет, фоксимильным или иным видом связи. При непосредственном обращении дежурную часть полиции гражданину также должны разъяснить алгоритм его действия. При продаче личного заявления ему выдается бланк установленного образца, в котором он расписывается за ответственность о заведомо ложном доносе. После получения информации в полном виде в заявлении гражданину выдается талон уведомления установленного образца, в котором он расписывается, и талон-перешок остается в дежурной части. В случае обращения с заявлением в полицию посредством телефонной связи, порядок его регистрации и отработки принципиально не меняется, имеются лишь некоторые особенности. По принятию сообщения по телефону гражданину, заявителю, не выдается талон уведомления, но к нему направляется следственная оперативная группа, по прибытии которой заполняется заявление, и в котором также гражданин расписывается за ответственность о заведомо ложном доносе. В каждом случае на рассмотрение принятия решения по изложенному в обращении факту у сотрудников органов внутренних дел имеется строго определенное законом время. Заявление рассматривается в трехдневный срок о преступлениях, в исключительных случаях этот срок продляется до 10 суток, и еще в исключительных случаях в срок до 30 суток. Еще одно требование закона, о котором должны знать люди. Ни при каких обстоятельствах вам не могут отказать в приеме заявления о совершенном преступлении. При нарушении этого правила сотрудник полиции будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудники отдела по налоговым преступлениям МВД получили оперативную информацию о том, что руководитель одной из строительных фирм пытается продать активы предприятия. В ходе проверки эти сведения подтвердились. Результат противоправных действий должностного лица – ущерб, исчисляемый миллионами рублей. В результате проведения оперативно-ростных мероприятий полицейским удалось установить, что директор предпринимал действия, направленные на преднамеренное банкротство путем вывода основных средств и имущества с предприятия. На основании собранных материалов следственным управлением МВД по республике Адыгея в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования установлено, что противоправные действия подозреваемого кредитором фирмы причинен ущерб в размере 9 миллионов 600 тысяч рублей. В настоящее время продолжается проведение оперативно-исследственных мероприятий, направленных на сбор доказательств вины подозреваемого. Санкции ст. 196 УК России, по которой мужчина привлекается к уголовной ответственности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На этом наш информационный выпуск завершен. Я же с вами прощаюсь и желаю вам удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дети не бывают чужими. Это тот, кто готов поделиться самым необходимым. Это те, кто ценят жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова